Нога, возвращаясь назад, ставится на переднюю часть подошвы и с эффектом пружины выбрасывается на второй удар. Итак, еще раз повторим. Сначала вы изучаете технику одиночных ударов. Отрабатываете их по воздуху, пробуя с партнером и ставите на лапах или мешке. Затем переходите к их отработке в связках, против одного противника и параллельно против нескольких нападающих. Работаете по такой же схеме, по воздуху с партнером и на тренажерах. Причем отрабатываете как атакующие, так и контр-атакующие приемы. Работаете каждый день, чтобы ваша техника прочно закрепилась и превратилась из умений в навыки, которые осуществляются автоматически, без участия в сознании. Это очень важно. Во время боя у вас не будет времени для раздумываний. Человек не может думать в стрессовой ситуации, тем более если есть угроза жизни. Он может хорошо выполнять лишь инстинктивные движения, то есть только те приемы, которые довел на тренировках до автоматизма. Естественно, их должно быть немного, ну скажем, не больше двух десятков. В схватке побеждает тот, кто лучше умеет, а не тот, кто больше знает. Между понятиями «знать прием» и «владеть им» существует огромная разница. Примерно в несколько тысяч повторений этого приема. Еще раз повторю, выбор приемов в экстремальной ситуации происходит без участия сознания. Спасибо.